Добрый день! Сегодня мы прочитаем небольшой учебный текст с глаголами типа из мантии. То есть речь идет о глаголах группы или беньяна и филь. Первое и второе лицо. Я, ты, мы, вы. Если не совсем понятно было то, что я сейчас сказал, я рекомендую ознакомиться с материалом 496. Ссылка под этим видео. Сначала я прочитаю текст. Потом переведу каждое предложение и какие-то комментарии по необходимости будут. Дан ве Дана медабрим бетелефон. Цора им טובим, Дана. Ивтахти лах литкашер. Хай, טוב шеизкарта ли. Ани одло ехзарти лиха эта сефер. Ихлатати шеен лиха байя им зе. Эн ли байя им зе? Ани ло из карти лах алав. Ани мазминутах ларухат эрыв. Из манта эт кола хавирим о ракуци. Из манти элай эт кулам. Лора кутах. Тодали ха хара азмана. А сейчас каждое предложение мы прочитаем. Дан говорит. Цоораем то вим дана. Обратите внимание, слово цоораем. Я произношу по привычке цоораем. Можно произносить цаораем. Но пишется оно без вав. Хотя хочется здесь добавить вав. Но вав писать не принято. Без вав. Цоораем то вим дана. Добрый день, Дана. Я обещал или я пообещал тебе связаться дословно. А в современном языке слово лит кашер прежде всего у нас ассоциируется со словом позвонить по телефону. Связаться по телефону. Я сказал по телефону по привычке. Это может быть и по скайпу, и по каким-то другим средствам связи, которые у нас сейчас есть. Не только телефон. Да, она говорит. Ай. Это не еврейское слово. Из английского языка пришло. И можно писать его с одним юдом. Можно писать с двумя юдами. Принято последнее время. Чаще встречается написание с двумя юдами. Тов шеискарта ли. Хорошо, что ты напомнил мне. Слово искарта. Обратите внимание, я произношу искарта, потому что она обращается к мужчине. Это же слово можно прочитать как искарт. Но мы помним, что слово искарта мы пишем без гэй. Хочется здесь написать гэй. Искарта. Но мы помним окончание та без гэй. Ани одло экзарти лэха это сэфер. Я еще не вернула тебе книгу. Ну, какую-то конкретную книгу. Видимо, они уже об этом говорили. И при обращении к мужчине лэха. Обратите внимание, здесь та же ситуация. Мы произносим лэха, но гэй в конце мы не пишем. Хочется здесь написать кав и поставить гэй. Но нельзя этого делать. Лэха. Лэха это тебе. Я решила, что нет у тебя проблемы с этим. Идем дальше. Дан говорит. Сейчас кто-то из вас обратил внимание, что в предыдущем предложении слово БААЯ написано с одной буквой ют. А здесь БААЯ написано с двумя буквами ют. Какой вариант правильный? Оба варианта правильные. В современном языке чаще встречается написание с двумя буквами ют. Я привык писать, как писали 20 чем-то лет назад. И я пишу обычно с одной буквой ют. Оба варианта правильные. Не зацикливаемся. Как вы запомнили, как вы привыкли, кто уже привык, если вы привыкли, так и пишите. Не страшно. Эн ли БАЯ им зе. Мы переведем как нет у меня проблемы с этим. То есть все нормально, меня все устраивает. Ани ло из карти лах алав. Я не напоминал тебе о нем. Книга в еврите сэфер мужского рода. Поэтому о нем алав. Ани мазмин отах ле арухат эрэв. Я приглашаю тебя. Здесь глагол в настоящем времени. Приглашаю. Форма мужского рода. Ани мазмин отах. Я приглашаю тебя. Ле арухат эрэв. Аруха это трапеза. Эрэв это вечер. Арухат эрэв. Получилась трапеза вечера. Вечерняя трапеза. Ужин. Если бы, например, я бы сказал арухат бокер. Получилась бы утренняя трапеза. Завтрак. Или арухат цовураем. Получилась бы обеденная трапеза. Обед. Да. Она говорит. Из манта эт коля хаверим. Ты пригласил всех друзей. В современном языке. Можно было вполне сказать так. Ата из манта эт коля хаверим. Ты пригласил всех друзей. Можно с местоимением говорить. Можно без местоимения. И так же писать. На письме принято писать без местоимения. Меньше места у нас занимает. Быстрее писать получается. Из манта эт коля хаверим. Ты пригласил всех друзей. О. Рак. О. Ти. Или только меня. Дан говорит. Из манта эт коля хаверим. Я пригласил ко мне. Элай. Ко мне. Эт кулам. Всех. Здесь что у нас получилось. Слово коль. И мы прибавляем нужное окончание. Например. Если бы было куль хэн. Тогда получилось бы все вы. Эт куль хэн. Всех вас. А здесь в тексте у нас было. Эт кулам. То есть всех. Всех их. По смыслу всех. Ло рак у тах. Не только тебя. Дана говорит. Туда лиха. Аль ха азмана. Спасибо тебе. За это приглашение. Я надеюсь. Что текст был не очень трудным. Понятным. И самое главное. Полезным. С вами был Марк Харах. Спасибо за внимание. Лейтраут. До свидания.